В Краснодаре объявили победителей конкурса на присуждение специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края. Более 200 студентов высших и профессиональных образовательных организаций стали участниками конкурса. И всего лишь 50 человек стали лауреатами. В течение года ребята будут получать стипендии в размере 3000 рублей для организации своей научной деятельности. Есть среди стипендиатов и представительница из Славянского района. Подробности в репортаже Тины Капачевской и Георгия Калинина. Жизнерадостная, яркая и целеустремленная – такое знают Надежду Мищенко, однокурсники и преподаватели Славянского сельскохозяйственного техникума. В этом году она в очередной раз стала лауреатом специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края. Надежда – студентка финансового технологического отделения, специальность технология хранения и переработка сельхозпродукции. С первого курса она участвовала в различных конкурсах, форумах, акциях. Я в школе никогда такими не занималась, но когда я пришла в техникум, я так стынула студенческую жизнь, мне всё стало интересно. Мне везде хотелось поучаствовать, как-то я загорелась, я просто везде-везде-везде участвовала. Ставка случилась сразу в учёбу, как бы везде просто участвовала. Конечно, тяжело было сначала, но потом мне очень понравилось и я нашла время для всего. Лауреатом Надежда стала благодаря участию в различных проектах не только краевого, но и российского уровня. В конкурсе «Моя страна, моя Россия» Надежда Мищенко представила свой проект по созданию мусороперерабатывающего комбината. На этом конкурсе её работу высоко оценили. Главный секрет её успеха – хорошая команда помощников, признаётся Надежда. Во всех начинаниях её поддерживают преподаватели, кураторы. Помогают собрать материал для научной работы, советуют, как правильно выстроить логическую цепочку. Надежда пришла к нам в техникум. И знаете, вот когда говорят, что вот техникум что-то приобрёл, вот техникум наш приобрёл что-то, и это очень большое что-то в лице такой студентки нашей Наденьки. Всё, что не касается, вот какие дела мы не организуем, не проводим, встречи, экскурсии, творческие конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции, она везде. Я сама удивляюсь, как можно оказаться везде, начиная от научных работ, заканчивая выпечкой тортов. Такую студентку, как Надежда, педагоги ценят, признаётся Татьяна Третьяк. Через несколько месяцев она покинет стены родного сельхозтехникума. Но весь педагогический состав надеется, что после того, как девушка получит высшее образование, она обязательно вернётся в родной техникум. Только уже не в роли студентки, а в качестве преподавателя. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».